Сразу 25 новых показателей включены в перечень критериев, по которым оценивается состояние инвестиционного климата в регионе. Соответствующее распоряжение подписано сегодня председателем правительства Михаилом Мишустиным. Среди новых параметров количество рабочих мест, созданных на предприятиях малого бизнеса, резидентах, бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков. Число конкурентных закупок, где преимущества имели предприятия малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации. Также оценивается количество самозанятых, и здесь Петербург в лидерах, как и по многим другим параметрам, что позволяет городу стабильно получать высокий общий рейтинг инвестиционного климата. Создание в Петербурге дополнительных стимулов для развития индустриальных парков обсуждалось сегодня на заседании координационной группы Оперштаба Петербурга по обеспечению экономической и социальной стабильности. Бизнесмены говорили о том, что в условиях дефицита готовых производственных площадей создание государственных и частных технопарков приобретает особую важность. Наряду с наличием высококвалифицированной рабочей силы и качественной транспортно-логистической системы. Стимулами для развития высокотехнологичного производства могут стать расширение механизма инвестиционного налогового вычета, введение нового статуса создаваемого технопарка, субсидирование процентных ставок на создание индустриальной инфраструктуры. Представление стартапов прошло сегодня в технопарке Санкт-Петербурга. Участников мероприятия приветствовал робот, который является одним из четырех представляемых проектов. Остальные три относятся к сферам протезирования, поиска кадров и хранения продуктов. Молодые предприниматели получают опыт в продвижении своего проекта и оценку перспективности идеи от ведущих экспертов и специалистов. Бизнес-инкубатор технопарка Санкт-Петербурга содействует развитию малых инновационных компаний, если по-простому, стартап-проектов. Они приходят к нам за помощью, мы оказываем ее в различных видах, помогаем привлекать инвестиции, оформляем заявки на гранты, помогаем им заключать сделки с корпорациями и выводим их на нашу партнерскую сеть. За прошлый год в России финансирование получили 8,5 тысяч стартапов. Эту цифру привел премьер Михаил Мишустин в нашем технопарке. Было презентовано 84 проекта, на их поддержку привлечено 148,6 миллиона рублей, еще 39 миллионов выделено на стартапы уже в первом квартале текущего года. Поработать на космос все активнее предлагают петербургские работодатели. Число вакансий, связанных с освоением или изучением космоса по итогам прошлого года, выросло на 133% и продолжает расти. Специалистов учат предприятия таких отраслей, как образование, информационные технологии, интернет, электроника, приборостроение, компьютеры, оргтехника. Наиболее востребованы инженеры-проектировщики, программисты, картографы, специалисты по защите информации, токари, шлифовщики и монтажники. Средняя предлагаемая зарплата порядка 100 тысяч рублей. Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты, посвященные Великой Отечественной войне. На монете номиналом 2 рубля изображен портрет летчика Бориса Сафонова, сбившего больше 20 самолетов противника. На второй монете номиналом 3 рубля орден Красной Звезды. Монета относится к серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Добавлю, Борис Сафонов стал первым, кто в годы войны получил за подвиги вторую звезду Героя Советского Союза. И о валюте. На валютном рынке к концу рабочей недели рубль развернулся в рост. И в результате юань оказался дальше от неприятной отметки в 13 рублей, который подбирался вплотную. А евро, зашкаливавший за 101 рубль, вновь дешевле 100. Итак, официальный курс юаня на выходные 12.87. Доллары, вы уже видите, 93.44. Курс евро 99.72. И вот последний значок – это цена новозеландского доллара 56.15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова